Добрый день! Добрый день, уважаемые гости нашего сегодняшнего эфира и все, кто к нам присоединяется. Очень рада вас приветствовать. Сегодня мы продолжаем серию эфиров по вторникам на страничке ВКонтакте Цептор России. Ответы на вопросы по светотерапии Биоптрон. Сегодняшний эфир проведу я, Елена Решетникова, директор по развитию медицинского направления ростовского филиала компании Цептор Интернациональ. Как обычно, по традиции, начну с тех вопросов, которые пришли на электронную почту. И перед началом эфира я хотела бы еще раз напомнить о замечательной новинке. У нас есть модельный ряд очков Цептор Hyperlite все время пополняется. И у нас есть модели с линзами более светлыми для использования в помещениях, для работы за компьютером. Именно сегодня в таких очках, такой модели я вам хотела их еще раз продемонстрировать и поделиться теми замечательными ощущениями, которые я испытываю, находясь в этих очках. В них очень комфортно быть как при искусственном свете в помещении. Мои глаза надежно защищены от синего высокоэнергетического света, дневных ламп, люминесцентных ламп, экранов компьютера, телефона и так далее. Поэтому достаточно долгое время, работая за компьютером, я не ощущаю абсолютно никакого дискомфорта. Дискомфорта мои глаза не устают. И выходя на улицу, также в них тоже комфортно, несмотря на то, что они достаточно светлые. Поэтому мои глаза защищены и от ультрафиолета тоже. Но, конечно, во время активного солнца я могу надевать другую модель с большим затемнением, для того, чтобы мне было максимально комфортно. Итак, начинаем наш эфир. Хочу ответить на вопрос, который поступил на электронный адрес, по поводу кардиостимулятора. То есть, был поставлен, была сделана операция по установке кардиостимулятора, можно ли использовать в этом случае биоптрон. Хочу сказать, что светотерапия биоптрон является, пожалуй, единственным методом физиотерапевтическим, который можно использовать для людей, у которых установлен кардиостимулятор. То есть, можно смело использовать свет биоптрон для решения самых различных проблем, для лечения простудных, воспалительных заболеваний, болей и так далее. То есть, он не влияет, свет биоптрон не будет в этом случае влиять на сердечный ритм каким-либо негативным образом. Наоборот, можно использовать в данном случае свет биоптрон для профилактики каких-то дальнейших осложнений сердечно-сосудистых. Поскольку, если уже поставлен кардиостимулятор, то, конечно же, были серьезные проблемы. И светотерапия биоптрон, не устаю каждый раз повторять, применяется при целом ряде сердечно-сосудистых заболеваний и, конечно же, для профилактики этих самых заболеваний. Потому что свет биоптрон, когда мы направляем его на какие-то магистральные сосуды, например, самый простой способ – это локтевые сгибы, там, где расположены ближе всего к поверхности крупные сосуды магистральные. 4-5 минут в день, либо же синокаротидные зоны, проекция сонных артерий на шее с одной и с другой стороны. Используя таким образом биоптрон, направляя именно сюда, мы получаем эффект более текучей крови, мы получаем эффект снятия спазма сосудистой стенки, улучшения кровотока, то есть за счет именно улучшения тонуса сосудов и расширения просвета кровеносных сосудов. Эффект подобный за счет того, что мы стимулируем поступление такого важного вещества, как оксид азота. Поэтому не применяя в данном случае лекарств, мы добиваемся очень хорошего эффекта снижения всевозможных сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому рекомендую использовать этот метод ежедневно. В качестве такой профилактической процедуры всего лишь по 4 минуты на локтевой сгиб мы получаем здоровую кровь без тромбов, получаем такой хороший дезагрегационный эффект, снижаем артериальное давление и даже несколько влияем тоже на снижение, например, глюкозы крови. То есть это профилактика не только сердечно-сосудистых заболеваний, но еще и сахарного диабета и так далее. Поэтому смело можно использовать светотерапию Биоптрон для тех, у кого стоят кардиостимуляторы. И, кстати сказать, не только кардиостимуляторы, но и металлические импланты любые тоже не являются противопоказанием для использования светотерапии Биоптрон. Очень рада, что вижу от вас обратную связь, ваши сердечки, но хотелось бы еще увидеть вопросы в чате. Хотелось бы, чтобы вы немножко были поактивнее. Пишите, пожалуйста, уважаемые гости, все, кто присоединился к сегодняшнему эфиру, какие у вас есть вопросы. А я продолжу пока озвучивать те вопросы, которые уже поступили. Сердечно-сосудистые заболевания мы уже ответили. Да, и еще хочу сказать, что для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний можно также светить на область верхней трети грудины, используя зеленый цветофильтр. То есть не только медицинский гиперполяризованный свет мы можем использовать в этом случае, но и цветотерапию. Зеленый цвет как раз он отвечает за вот эту сердечную зону и верхняя треть грудины, а также слева и справа от нее мы можем освещать зеленым светофильтром по 4-6 минут один-два раза в день для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и для регуляции сердечного ритма, для поддержания нашего артериального давления в нужном диапазоне, для того, чтобы оно не повышалось. И также еще очень хорошая зона – это шейный отдел позвоночника и седьмой шейный позвонок. То есть вот зеленый цвет мы еще и можем направлять на шейный отдел, включая седьмой шейный позвонок. Седьмой шейный позвонок очень легко определить, наклонив голову вперед максимально, да, он будет очень выступать, то есть мы можем его легко нащупать рукой. Вот на эту зону тоже зеленым светом примерно 4-6 минут в день – это тоже отличная профилактика заболеваний сердца и сосудов. Следующий вопрос касался… Сейчас у нас довольно-таки начинается активное солнышко, и это, конечно, всегда риск появления пигментации на лице, поскольку сейчас уже весна вступает в свои права, достаточно тепло за окном, особенно вот у нас, скажем, в южном регионе, так уже прямо вот, ну, можно сказать, даже совсем тепло, скоро будет жарко. Солнце становится более активным, и, конечно, необходимо кожу лица защищать, особенно если вы склонны к гиперпигментации. И в этом нам, конечно, помогает и сам прибор Биоптрон, и цветофильтры к нему, и, конечно, наша замечательная косметика. И хочу еще раз обратить ваше внимание на лосьон Hyper Light Fusion, синергия гиперсвета. Это лосьон флюид, который мы можем использовать как для поддержания здоровья кожи и защиты от ультрафиолетовых лучей, так и в любых программах лечения, профилактики заболеваний, программах ухода за кожей, да, потому что он очень легкий, распыляется великолепно на лицо, то, что касается, да, поддержания здоровья кожи. Могу даже вам продемонстрировать, то есть вы его можете наносить на кожу лица, либо до того, как вы наносите ваши уходовые средства на очищенную кожу, мы распыляем этот лосьон, закрыв глаза, такое очень приятное мелкодисперсное распыление, он осаживается такой невесомой вуалью на коже, моментально впитывается и начинает в ней активно работать, потому что комплекс водорастворимого фуллерена, который там содержится, это действительно уникальный инновационный комплекс, который был разработан командой ученых коллектива под руководством профессора Джура Каруга. И этот лосьон действует абсолютно уникальным образом на нашу кожу. Во-первых, он защищает клетки кожи на уровне ДНК от любых активных воздействий, разрушений, от свободных радикалов, от фотостарения и так далее, не позволяя нашей коже стареть. И, конечно, он оказывает такое комплексное действие на кожу, повышает, ускоряет регенерацию клеток кожи, поддерживает нашу кожу в состоянии увлажненности, защищает клетки кожи от повреждений, как я уже сказала, и запускает целый каскад реакций внутри нашей кожи, запускает так называемое обновление, омоложение нашей кожи. То есть он действует сразу же на все внутренние слои кожи, не только на поверхностный слой эпидермиса, но и на слой дермы, самый важный слой, где расположены волокна эластина и коллагена, где расположена гиалуроновая кислота и так далее. То есть он заставляет работать все слои нашей кожи и передает каждой клеточке нашей кожи ту информацию, которую сам содержит за счет молекул фуллерена. То есть он преобразует, можно сказать, нашу кожу изнутри, омолаживая ее, сохраняя ее, делая ее сияющей, здоровой, красивой, не позволяя образовываться морщинкам, уменьшая опоры и, конечно, будет тоже профилактически действовать на появление пигментации. Поэтому использование этого лосьона в сочетании с кремом синергия гиперсвета и в сочетании со светом биоптрон, ну, можно сказать, мы получаем такой сеанс красоты и в том числе сеанс борьбы с гиперпигментацией. То есть если мы будем использовать зеленый цветофильтр и предварительно нанесем лосьон синергия гиперсвета, и затем мы можем еще использовать, например, осветляющую сыворотку и затем уже свет биоптрон на лицо с зеленым светофильтром. У нас будет очень хороший сеанс, такой сравнимый с эффектом какой-то салонной процедуры, да, депигментирующей. Только мы можем его сделать в домашних условиях. Это будет очень хорошее действие на клетки, которые запускают, да, продукцию меланина, то есть того самого пигмента, ответственного за цвет нашей кожи. То есть будет действительно такое комплексное, подавляющее выработку этого пигмента действия, и кожа постепенно будет осветляться. Очень приятно за Ваш вопрос, Елена, как использовать лосьон в интимной зоне. Ну, собственно, я так понимаю, речь идет об интимной зоне, да, там у Вас опечатка. Просто наносите на чистую кожу, интимных зон, включая слизистые. То есть этот лосьон хорош тем, что он может наноситься не только на кожу, но и на слизистые оболочки. То есть можно его брызнуть, например, в рот, на миндалины, если у Вас болит горло. Можно его брызнуть, например, вот так, чтобы он попал в нос, например, внутри, да, для того, чтобы действие было через слизистые носа. И, конечно, можно наносить на слизистые интимных зон для оказания противовоспалительного, противозудного, ранозаживляющего действия, если есть какие-то проблемы, да, и для поддержания нормальной микрофлоры, для поддержания нормальной увлажненности интимных зон, потому что это тоже очень важно. Если у нас здоровая, правильная микрофлора, в том числе интимных зон, да, то у нас не будет никаких заболеваний, не будет выделений и так далее. Поэтому наносится на чистую кожу после гигиенического душа, да, распыляется, и какое-то время даем средству впитаться, и, собственно говоря, можно такую процедуру производить несколько раз в день. Также можно наносить, например, если у Вас есть какие-то проблемы на коже, акне, какие-то угревые высыпания, да, герпес, кстати, проверено тоже на себе, вот не так давно вернулась буквально на днях из командировки, да, где уже почувствовала, что поймала какой-то вирус, потому что был поезд, большое скопление народа, и почувствовала, что, ну, какое-то недомогание, да, насморк начался, и очень сильно чесался нос вокруг носа, то есть уже такие предвестники того, что может, могут появиться герпетические высыпания. Сразу же пользовалась лосьоном, распыляла несколько раз в день, наносила на носогубный треугольник, и старалась как бы даже вот вдохнуть, когда я наносила в область носа, да, вдохнуть, чтобы лосьон попал на слизистые. И использовала синий фильтр вместе с прибором биоптрон. Много раз в день, даже не один, два, да, наверное, семь-восемь раз в день. Благодаря этому через два дня у меня вот эти вот симптомы прошли полностью. То есть это действительно замечательно, когда мы можем избежать герпетических высыпаний, которые приносят очень много, ну, дискомфорта, это все-таки как минимум несколько дней, это потом очень долгий процесс заживления и так далее. Здесь не появились вообще, да, то есть просто не было никаких высыпаний, и вот недомогание удалось преодолеть, подавить буквально за пару дней. С помощью, еще раз повторяю, синего цвета фильтра и прибора биоптрон, а также лосьона Hyperlight Fusion с энергией гиперсвета. Поэтому используйте с удовольствием, он действительно оказывает не только косметическое, но и такое лечебное действие, да, и можно его применять с прибором биоптрон, в принципе, абсолютно для любых показаний. Будь это заболевания органов, будь это там, там, отиты, гаймориты и так далее, да, заболевания кожи, простудные вирусные заболевания и так далее. Какие еще есть вопросы, уважаемые наши гости? Если пока вопросов нет, да, я продолжу. У меня еще был вопрос о том, как использовать светотерапию биоптрон при аденойдите. Не указано, правда, у взрослого или у ребенка, да, но чаще это все-таки проблема бывает у детей, особенно в младшем возрасте. Конечно, биоптрон здесь используется в комплексном лечении. Синий фильтр, опять же, рекомендуется, потому что синий цветофильтр, он будет хорошо снимать, во-первых, отек аденоидной ткани, и он будет тоже оказывать противовоспалительное, очень хорошее действие. На боковые области носа по 4-6 минут, в зависимости от возраста ребенка, ну, чем младше ребенок, тем меньше время сеанса, да, это может быть 4 минуты, если ребенок уже постарше, то это 6 минут на боковые поверхности носа в течение 10-12 дней. Потом можно перейти на фуллереновый фильтр, или если нет фуллеренового, то на полихроматический медицинский фильтр. Также, собственно, как и при гайморите. При гайморите тоже мы используем синий цвет, синий цветофильтр, если, конечно, это не острая фаза, да, потому что при гайморите очень важно использовать биоптрон в самом начале процесса или уже на вот стихании острой фазы, когда нет выраженного гнойного содержимого в пазухах. То есть, особенно в самом начале, если мы поймали, да, синий цветофильтр на пазухе, обязательно вот гайморовые пазухи, да, и вот фронтальные пазухи, примерно тоже по 6 минут суммарно, то есть вот 4 пазухи, или же если это биоптрон про, то мы охватываем сразу, в общем-то, все пазухи вместе. Несколько дней этот синий цветофильтр, потом уже на стихании процесса мы переходим на фуллереновый и гиперполяризованный свет. Так, вопросов у нас по-прежнему нет. Ну, в общем-то, я уже исчерпала те вопросы, которые мне пришли на электронный адрес. Что еще хотелось бы осветить? Те вопросы, с которыми, в принципе, тоже часто обращаются. Можно ли использовать биоптрон? Вот тоже один из последних был вопросов просто от клиента у меня. Как использовать биоптрон для снятия стресса, тревожности, беспокойства, раздражительности? Это те симптомы, которые бывают у всех у нас, особенно в какие-то периоды, когда организм, в принципе, ощущает нехватку сил. Вот как раз такой период при переходе после зимы к весне, когда ощущается витаминоз и недостаток энергии и так далее. Конечно, нам биоптрон в этом случае очень помогает, особенно программы цветотерапии. Ну, во-первых, это замечательные пять методик программы «Эмоциональная гармония». Да, там есть методики такие, как душевное равновесие, воспламеняющая искра, разрядка при чувства страхи, деблокировка при стрессе. То есть вот эти вот пять методик, они помогают восстановить жизненные силы, избавиться от раздражительности, тревожности, беспокойства и достичь состояния эмоциональной гармонии, что очень важно и для хорошего здоровья и самочувствия, и для хорошей работоспособности. Поэтому всегда рекомендую обращаться к нашим замечательным методикам цветотерапии, использовать цветотерапию. Ну, а если из отдельных фильтров, тоже можно использовать отдельные фильтры, такие как зеленый и голубой, можно на закрытые глаза по 4-6 минут и, например, на область, опять же, воротниковой зоны, тоже зеленый или голубой цветофильтр по 4-6 минут для снятия стресса, для снятия каждый день, утром и вечером, особенно вечером, старайтесь делать эту процедуру, если вы испытываете вот такие ощущения. Страх, тревожность и если есть проблемы с бессонницей, нарушением сна тоже очень хорошо помогает. Добрый день, Жанна, осложнение после ковида, кожное высыпание на руках, в ушах, слоями сходит кожа. Ну, если это не псориаз, да, потому что часто очень провоцируются аутоиммунные заболевания, тоже ковид, их тоже является своего рода таким триггером, да, спусковым крючком для вот такого рода заболеваний. Здесь тоже нужно понять саму природу заболевания, если это, например, бактериальное или грибковое заболевание. Ну, в любом случае, вот такие заболевания по типу дерматитов разной природы, да, можно, конечно, использовать биоптрон, но лучше всего, если есть цветофильтры, голубой, например, цветофильтр, он будет давать успокаивающее действие. Если же нет цветофильтров, конечно, можно использовать и наши обычные фильтры медицинские и гиперполяризованный, вернее, фуллереновый, который нам дает гиперполяризованный свет. Здесь, конечно, дополнительно я бы порекомендовала при чрезмерной сухости кожи, если кожа тем более отслаивается, обязательно еще использовать, добавить оксиспрей, потому что он будет как раз убирать ощущение стянутости и излишней сухости и повышать эффект от использования биоптрон. Ну, рекомендации в этом случае общие, да, как и при атопическом дерматите, как при различного рода дерматитах, нейродермитах, воздействовать непосредственно на очаги, примерно по 4 минуты на каждый, и плюс еще, если это верхняя часть тела, это голова, я так понимаю, да, руки, например, еще и дополнительно на шейный отдел позвоночника, если же и ноги задействованы, есть высыпания на ногах, то тогда еще и на поясничный отдел. Также здесь очень важно воздействовать, так как если это действительно постковидное такое осложнение, да, обязательно такие зоны, как область иммунитета, наша верхняя треть грудины, да, обязательно по 4-6 минут на эту зону, потому что воздействие на эту зону будет восстанавливать работу звеньев иммунитета и тоже регулировать вот эти причины, которые привели, да, к такого рода осложнениям. Можно также на зону солнечного сплетения, на область солнечного сплетения тоже 4-6 минут обязательно, потому что это тоже обновление нашей крови, да, вот на эти три зоны тоже дополнительно мы воздействуем шейный отдел, верхняя треть грудины и область солнечного сплетения 2 раза в день по 4-6 минут в течение хотя бы 10-12 дней. Да, это очки. Очень хорошо, что вы спросили, Ольга, я в самом начале их представила, сделала на них акцент. Это очки Цептер модель Z0103 с линзами для помещений, они более светлые, обратите внимание, да, то есть это линзы тоже с покрытием фуллереном с двух сторон и со степенью затемнения единичка, то есть в них очень комфортно мы себя чувствуем в помещении при любой освещенности, особенно если вы очень много работаете за компьютером или очень много, ну, находитесь, да, в телефоне, в других любых каких-то гаджетах, то есть глаза испытывают постоянное напряжение, да и просто, в общем-то, под воздействием любых источников освещения искусственных, которые содержат очень большой спектр синего высокоэнергетического света. В этих очках глаза не устают, то есть наоборот, мы отдыхаем, а наш мозг работает очень хорошо, потому что благодаря воздействию через нейроимпульсы на ту часть мозга, которая отвечает за наши когнитивные функции, да, за анализ информации, память, внимание, благодаря именно воздействию фуллерена, посредованному на наш мозг, мы получаем еще дополнительно, как бы стимулируем мозг в хорошем смысле слова, да, продлеваем, улучшаем его продуктивность, продлеваем здоровье нашего мозга, занимаемся профилактикой любых осложнений таких возрастных, снижения функций мозга, и, конечно, профилактика любых заболеваний глаз, особенно связана с возрастными изменениями, дегенерация сетчатки, да, и любые возрастные изменения, мы улучшаем остроту зрения в этих очках, действительно, картинка получается более светлая, более четкая, и нам очень комфортно, поэтому, конечно, я рекомендую обратить внимание на эти модели, есть отдельно эти линзы, продаются, и вы можете вставить в любую, из оправ, представленных на оптическом рынке, в любой оптике, их могут вставить в эту оправу, ну, а если, конечно, вы не хотите, да, например, там, обращаться в оптику, то есть можно вот такую готовую модель приобрести в разных цветовых вариантах, здесь очень удобные, вот, дужки сами, титановые, очень легкие заушники, то есть эти очки абсолютно невесомые, они весят всего несколько граммов, и их абсолютно, ну, не замечаешь на лице. Здесь есть также носоупоры, которые позволяют регулировать, вот, расстояние, посадку на нос, у меня, например, переносится достаточно широкая, да, и я вот немножко раздвинув эти носоупоры, они легко садятся именно на вашу переносицу, легко садятся по вашим индивидуальным параметрам. Ну, и, конечно, оправа унисекс, то есть великолепно подходит как для мужчин, так и для женщин. Вот, и на этом, уважаемые гости нашего сегодняшнего эфира, я заканчиваю. Была рада ответить на ваши вопросы, пожалуйста, пишите, как всегда, если какой-то вопрос еще не успели задать, пишите в чате, мы обязательно ответим на следующем эфире. Всем желаю хорошего настроения, здоровья и до следующих эфиров. До свидания, всего доброго!